Итак, евреи верили в приход двух мессий. Иисус же сказал «нет, один мессия придет к вам дважды». А теперь о том, почему евреи были убеждены в этом, и почему Иисус был самым маловероятным кандидатом на роль мессии. Вернемся во времена до Рождества Христова. Согласно летописям, Палестина была захвачена, и захватчики убивали евреев. В некоторых исторических документах говорится, что горы их трупов высотой в 20 футов – это с двухэтажное здание – возвышались по всему Израилю. Это была настоящая бойня. Причем еврейские воины и мирные жители разбегались от собственных лидеров. Знаете почему? Только представьте, лидеры внушали народу «терпите, жертвуйте собой, отдавайте свои жизни, потому что однажды придет мессия и умрет за вас». И люди думали, да, интересно, а как это возместит наши жертвы? Нет, серьезно. Многие думали, не стоит умирать ради умирающего мессии. Управлять народом становилось все труднее. За всю историю человечества нам известно как минимум два народа, которые научились выживать, приспосабливаясь. Это армяне и евреи. Они это умеют. И вот чему в этих обстоятельствах стали учить еврейские лидеры. Первый страдающий мессия – это знаете кто? Уже не сын Иосифа, но Израиль. Как это? Да, вот так. Многие еврейские лидеры и сегодня считают, что евреи – Израиль и есть страдающий мессия. Вспомните нашу историю, говорят они. Все страдания, через которые мы прошли. Несколько лет назад один еврейский лидер, выступая на телевидении, возложил вину за Холокост, убийство шести миллионов евреев на всех неевреев. Он сказал, Бог взял ваши грехи, возложил их на евреев и заплатил шестью миллионами жизней за ваше прощение. Итак, лидеры учили, что сами евреи и есть первый мессия. Оставалось дождаться второго мессию – сына Давида. Мессию, который придет как политический деятель и воссядет на Израильском престоле. Мессию, который изгонит ненавистных захватчиков и станет править миром из Иерусалима. Так они давали надежду воинам-евреям, чтобы те продолжали сражаться. Теперь-то вам ясно, почему, когда настало время Христа, апостолы не могли понять его. Иисус говорил, «Я пришел умереть, мне пора в Иерусалим. Меня будут избивать, преследовать, убьют и похоронят. Нет, 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 ты не можешь пойти туда, они убьют тебя, Иисус, как ты не понимаешь? Меня убьют, похоронят, и я воскресну из мертвых». Как только Христос заговаривал о воскресении, апостолы отказывались понимать его. Почему? Потому что для евреев мессия не мог умереть. Они ждали мессию царя, правителя, сына Давида. Помните знаменитое «не всеели время»? Понимаете, они уже начинали проявлять нетерпение, понукать Иисуса. Хотя и с почтением, пожалуйста, соберись уже. Соберись, «не всеели время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю». Думали ли они, что их мессии суждено пострадать? Нет, они ждали царя. Господи, можно сесть по правую руку от тебя? Спросить о страданиях им не приходило на ум. Видите, вся концепция строилась вокруг мессии политика. А Иисус говорил, «Я пришел умереть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова